Собираюсь, справа или слева. Ага. Так что, наверное. Ну вот, приехали в Балако, к Александру. Возьмем одну семью. У тебя какие они, Карника или Карпатка? Карник. Ну, так же Карник. Карпатка сейчас не знаю, что. Ну, матка темная, а они светлые, да? У тебя как? Нет, она как бы сыроватого цвета. Матка сероватая. Потому что вот у меня на Карнике, которую я взял, вот эта, Фадин, она, то есть, темная, а пчела идет вот именно серо-желтая такая. Это значит, первый год она, бля, а следующий год будет облет у молодой матки. Она уже не знает, а мы толпой там стоит. Ну, да, вас, если там несколько человек, вы возьмете. Вот хозяйство, Сашина. Ты думаешь, я тут... Нет, ты мне, ты просто сказал, деревня, деревня. Ну, да, у вас. Вообще, вот, конечно, там, это, большие дома уже, молодежь. Саша, вообще так вот отрои, нет, и как вот эти вот все, как бы... Я, во-первых, свящевые делаю матки. То есть, они у тебя выращивают сами. Выращиваются сами, я же выращиваю. А роевые, они, если роевый вышел рой, она так и будет роиться на следующий год. Если в зитка не будет. Ну, понятно, то есть, а ты как вот роевую ты узнаешь от свящевой? Ну, как, вылетает, ловишь... Нет, нет, я имею в виду, вот ты говоришь, роевая. Там роевая, в общем, вот, на рамочку, сейчас я возьму, вот, на рамочке, она закладывает матки. Вот, на конце вот здесь окладывает матки, вот. Внизу? Внизу. Ага, это вот роевые, вот у меня... А здесь, а здесь вот, если вот на самой рамке, это будет свящевые. Вот у меня, смотри, Саша, у меня вот три было тоже внизу, как ты показал, роевые, я их удалил. А две миски у меня вот сбоку так и стоят, но яйца в них нет, уже пять дней, я, то есть, как бы, наблюдал. Вот, вчера специально в гнездо смотрел. Это еще, значит, она, наверное, самая, не заложили один. Нет, нет, они, то есть, не заложили. То есть, я... Они могли там, это, как, ячеечку делать такую. Да, да, то есть, они сделали... Яичко туда должна... Нет, яйцо я, то есть, как бы, не хочу, почему, потому что у меня матка прошлогодняя, F1, хорошая. А что, она у тебя уже в это... Вот, ну, вот, она у меня, видишь, с одной стороны, но мне вот, у кого я брал, он говорит, оставь, говорит, это, говорит, ничего страшного. Это старая матка, может. Вот. Это старая матка. Это, она уже в ройку пошла. Еще-то, она... Вот, нет, я их, понимаешь, как я их привез, он мне сразу сказал, ставь второй корпус. Потому что я взял, грубо говоря, 10-рамочник, рутовский. Вот. И у меня расплоды 7 штук было. Ага. Вот. И я поставил только через 5 дней второй корпус. И он говорит, вот они у тебя, поэтому... Прямо на 12-ти? 12-ти? На 10-ти. То есть 10-рамок. 10-рамок, а не 12-ти? Нет, нет. Это вот 12-ти, я вот это вот. У меня дадам на 12-ти будут, а руты на 10-ти. Ну, это уже нормально, это уже. На второй корпус надо ставить сразу. Вот. Вот сюда будет, на него тоже ставить. На дадам. Тут всего 3 рамки расплодят. Так что она развиваться будет очень хорошо. Сильный. Вот она сильная, вот поэтому получается, она в ройку уходит. А когда вот она вот средняя, вот 3 рамки, я считаю, вот 3 рамочки, это получается 2 рамки обслеженной пчелы. Вот рамка выходит, пчела, 2 рамки обслеженной пчелы уже. Ага. Это же получается 3, это она получается из 3 уже 6 рамок обслеженной пчелы. Вот тебе, пожалуйста. Все, идем. Так что, деканители, знаешь, какая стена. Думаешь, это так вот, так вот все. Нет, понимаешь, когда 1-2 улья, это удовольствие. Да, удовольствие. А когда вот уже 20, извини меня, тут уже надо работать. Вон медалонг, у меня, видишь, электричество. А, это вот, которую ты исташивает. Да, да. Насколько она у тебя? Двухрамочная. Двухрамочная. Нет, а 4 рамки, лопка, частности. Во-первых, когда густой мед, получается это. Ага. Вот, это у меня тут все. Приспугайдальники, вот. Ага, ага, ага. Вот, я сейчас достал. Вот, ты достал ее, я смотрю, и там уже пируют. Пускают пчелы. Обсушат всю ее тебе, да? Выбирают они еще. Да их и нет, пчел почти. Особь больше будет. А сосами, как борешься, ловушки стоишь или нет? Я ловушку какие ставлю, я беру бутылки, пустые. Полтора литров. Полтора литров. Туда с медом размешиваю, вот так где-то, бутылки полтора литров. Ага. Идем посмотрим, что ты говоришь. Вот там, говоришь, как я тут учил. Летняя кухня у меня там плохо. Шарененько. Вот, видишь? Это я, это я храню здесь это. Сушь. Сушь. Ну, во-первых, я здесь закрыть все. У меня вещь в потолочине сделана. А вот потолочины у меня, а еще, знаешь, я вот одну такую потолочину видел. Это они вот, чтобы тебя дышали, да? Не дышали, а вот весной такой беру. Ага. Вот такой фанал, да. Я тебе просто откладываю. Сюда мед накладываю. Ага. Они берут. Все, понятно. Просто у меня один корпус, там, правда, с фанеры сделан то же самое. И такая, знаешь, еще прорезь на ней вот была, да? И прорезь, я так понял, что это для кормушки, для такой, который сверху кладется, а это, наверное, вот тоже. А я прям мед ложусь. А я почему-то думаю, что вот это вот сделано, знаешь, для чего? Что когда везешь на пасеку, чтобы не задыхались. То есть, потому что литки закрываешь, а верх вроде бы как бы открытый. Нет, не от этого. Нет, нет этого. Все, вот теперь вешать. Вот, вот, бревол сюда мед наложил, ложку две. Все, он весь на всех у меня делал. Да, да, да. И мы еще не пролазили. А литок вот на зиму ты тоже чем-то закрываешь? Что уже открытую? Ну, я не могу приоткрыть ее вот так вот. А, то есть, ты сетку не ставишь. Вот, например, я видел у человека тоже приходить. У меня есть сетка такая, есть. От КамАЗа, от этого, от фильтра КамАЗовского. То есть, он закрывает, пчеловые летают. И специально продают такие дырочки. Сейчас покажу тебе. Они продаются. Ну, тут у тебя что? Прям для твоих, прям вообще райское удовольствие. Самое главное у пчеловода это суши. Ну, золотой запас. Золотой запас. Да, это я в курсе. Это самое главное. Вот, видишь, вот я расставляю их на второй ярус, первый ярус. Ага. Ну, что, у тебя хорошо тут все. Конечно. Это вот скворцы они пьют? Нет, скворцы не пьют. Вот чур, такая красивая. Ага. Пищи, пищи, пищи. Это она вообще... Ну, сейчас у нас, например, в этой, там, говорит, в городе синички. То есть, они, говорят, специально под клетку подлетают, под клетку тук-тук. Пчеловек, хоп, выскочил, он хлоп, ее почти улетело. Нет, она сухую собирает. Ага. Сухие, вот там, отдохнут. Нет, а я у одного товарища, у меня тоже жасминки там, тоже, глядя на меня, поставил эти самые. Улья. А у него, короче, каждый раз подходим, у него дохлая пчела возле этих самок. Я говорю, а куда, я говорю, а почему у меня нет, у тебя тут дохлые пчелы выкидывают. А оказывается, у меня ежик живет на участке. Нет. Короче, подбирает, ну и по ночам подъедает. Или вот эти... Нет, птичка вот не видел, а вот ежик, Надежда, сказал, они же у меня в Москве, сейчас приедут. Так, почему там, вот, улья, номер улика, дата, количество рамок, количество расплодок, количество ващины. Ага. И работа, замена, наверное, заметка, вот, допустим, матка старая, 2016 года. Понял? Я пишу себе. Ну, тут... И пишешь потом приплод какой у тебя не довезет, да? Да, и сколько расплодок, да? Да, вот пишу количество расплодок. Ну, допустим, 9, 8, 7. Угу. Понял? А мед ты когда вот записываешь, то есть так же в тетрадке или же у тебя другая тетрадка? Нет, в эту яду. В эту же, да? В эту, да. Ну, я тоже довел блокнотик, вот, сейчас хочу. Начал качать в 15-ом семе, в 15-ом году. Все, понятно. Там сколько ведер, допустим. Ну, ведер где-то 15 килограмм. Ага. Такие ведра. Так, а вот еще одна примечательность нашего Александра. Куриное хозяйство. Это вот моя мечта. Тоже. То есть я тебе говорю, раньше всегда, как и ты, говорил, хотел курией, а в этом году на Новый год проснулся, хочу курией пчел. Нет, вот здесь кури, там не и все. Ну, все равно, смотри, у тебя два петуха, а, да? Вот этот курятник, вот этот курятник, он здоровый, я его делал, думал, до 100 курией. Ага. А потом пчелы начались, и я забросил. Вот себе для себя держу, 15-20 где-то будет доходить. А бролеров, то есть ты не заводишь? Тоже держал? Держал, но все-то мясо не такое, сейчас низковатое. Надо раньше рубить. Угу, угу. Ну как, обычно два месяца это и то, что придет? Ну да, два-два с половиной есть. Бабаха. Вот красавца, какой Петя. Петя какой-то красивый. А, Петя, красивый? Красавец. И вот ее подверяние только работает. Так, этот вот теплый занос. Нет, это теплый занос, рамочки стоят вот так. Ага, то есть вход этот? Да. Так, понятно. Вот видишь, я кормузочки ставлю. Ага, вот. Видишь, они ждут уже. Да, 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 да. Вот наливаю туда, один к одному меду мешаю и наливаю. Ага, ага. Так что, вот вся система. И кормузочки вот крайние. Вот видишь, обязательно перегородочек вот этот. Ну, теплая, да, заставная. Она не то, что теплая, а то, что они не любят пустоту. Ну, чтобы языки не строились, а вот это. Это вот теплый занос. А вот такой у тебя занос на простой. А это такой, как у тебя. А, сейчас, Саша, подожди. Сейчас, секунду, я вот этих поближе сниму, чтобы понятно было. Так, вот поперёк стоят, рамочки, да. Вот они. Вот, алиточек идёт. Тоже леточек, то же самое. Только... Это теплая замок. Чуть солнышко пригрело, и они по аксии, и они сразу повылазили. Конечно, во-первых. Посмотри, у тебя все, ты вот с этими делаешь, да? У тебя потолочек лучше. И, во-первых, легче работать. Вот берешь его так, раз, раз, раз. А эти же надо вот так. Ну, сейчас пошли открою холодную замок. У тебя вот немножко всё другое впадает самое. Видишь, у нас это сделано под положок, и всё. То есть, как бы, нет вот заставных, чтобы ставить вот этими. Сверху потолочины. Потолочины здесь почему нет? Нет, в моей. А, у тебя нету? А, там, по-моему, нет под потолочины, да. А этот потолочин, видишь, сетка весной, раз туда метку выложил. И всё тут, то есть тепло не нарушаешь. Гнездо не разрываешь. Это же, считай, как целочку ломаешь. Ну, да. Вот это холодный занос. Теплый, наоборот, поперёк. Вот это тепло, вот это у меня, вот ты, твоя семья. Вот это, да? Вот, видишь, какой занос. Ага, вот он. Это вдоль, всё понятно. Вот карамбузчики. Видишь, это у нас такое. Есть гнездо, ставишь с правой стороны или с левой стороны. Ага, ну, смотри, я, у тебя всё равно нету, а как они к литку доходят? Потому что я вот сколько людей смотрел, они рассказывают, что либо суш, либо что-то должна доходить до литка. Да ничего не доходят, почему они не доходят? Ничего не доходят. Да, конечно, не доходят, что они не заползут, что. Всё, понял. Так что, вот, холстик, и вот холстик обязательно должен быть, чтобы подушки не пачкать. А это, как утеплитель. Во-первых, для жары, жара, когда всё равно она, как, это самое. На мороз. Ясно, для чего теперь вот эти всё потолочные усилить. Холодный замост. Ну, видишь, как работать, этим, видишь, как работать нам. А тут, нет, ну это ты, а вот люди, я вот, например, сбоку подхожу, когда работают. Ну сбоку, блин. А на прицепе где-то подойдёт. Ну, ты и на прицепе, да. Там всё, вот, нижнюю. Поэтому, тётя, а зиму, а, ну ты всё равно, вам, Шань, хотел сказать, на улице у тебя зимует здесь семьи, нет, да? Не зимует. Не зимует. Всё, понял. Вот, там я уже вот, вот, готовлю, с мёдом рамкой, вот, отводы хочу делать, вот. Ага. Вот, я уже вот с мёдом рамочкой поставил, вот, уже. Ага. Или отсюда гнездо, вот, полная рамочка с мёдом, вот. Вот, видишь, вот мёдом, ага. Там с пиргой потом вторую рамочку. Ага. И кроешь, то есть, с мёдом и с пиргой. Всё, понятно, помню. Сюда вот ставишь расплод уже, вот здесь пирга ещё будет, и сюда уже расплод. Ага. Всё, это вроде просто, но... Ну, это когда ты и знаешь, всё вроде просто, а так-то нет, это... Когда чищу, вот. Ага, вот этот вот. Но это, которые несъёмные у тебя? Да, несъёмные, у меня почти несъёмные. Все несъёмные, да? Да, я вот по этим совочкам раз, от тебя, они уже раз, соберу, потом отвину, ещё одно соберу. Понял. А вообще, то есть, ты с зимы, когда выводишь на весну, меняешь их в это... Да, я по этому вторую, вообще, вон меня, то есть, запасные корпуса, те снимаю, на зиму опять их чищу, их готовлю, потом его весной помою их, и всё. Понятно. А поятца у тебя где, что-то я тут, поилки у тебя это, где найдут? Поилка, вон, поилка-то у меня. Что-то я... А, вот впереди, в колесе. А я вот что-то, ты знаешь, как ты это. Вот поилки, видишь? Ну да, да. Ну да, да. Надо чистить, я уже собираюсь уезжать, думаю, потом. А там речка рядом. Речка-то здесь вот рядом, но всё равно, вот видишь, я специально вот эти рамочки, они сюда летят и уже видят воду, и они уже... Ну да. Туда они всё равно бегут водой. А здесь видишь, вот. Всё хорошо, да. Он там кусается. Сначала всегда леток. Вот так, раз, два, три. Всё. Ага. А потом начинай уже здесь вот чуть-чуть. У меня вот сеточка есть, без сеточки. Ага. Всё. Работает. Вот так. Кормушечка. Нет, закрытый литок Открыть надо? Вот она с первой. А вот миска это что? Это не значит, дают ей как типа того, что сеять, чтобы она сеяла. Так она мисочку дает. Вот у меня такие же, вот они, я тебе говорю, миска такая же была сбоку? Ну это когда яичко там уже, это уже будет откладывать матку. Вот тебе это. Расплод. Расплод, вот видишь? Нормально сеет маткой. Часть вышла пчела. Молодая, она беленькая такая. Так вот это вот что? Это же полоска от клеща, от клеща, от клеща, от клеща. Вот матка, черная. Где она? Вот. Ага, вот вижу, вижу ее. Она же как, она, пчела выходит, она сразу начинает, пчела молодая начинает чистить, а матка начинает сеять. Молодая. Они же распределение, кто охрана, кто разведка. Тоже видишь? Ага. Часть вышла, часть там засеял. Ну в новом теперь тебя здесь будет работать. Так. в том день. Ну да. Вот тоже. Вот. Сквозь помещена. Самая, самая пчела. То есть вот эта, она, вот берешь, как бы, покупаешь пакет, там всегда две рамки с расплодом и по бокам. Ага. А здесь три рамки она попрет еще как. Вот цвет с метком тоже. Ага. Тут тоже мед. Ну тут мед у них дофига, то есть мне не надо, грубо говоря, там какие-то... Ничего не надо, пока ничего не надо. В ней 8 я в нее не заглядываю. Да, в ней 8 даже не заглядываю. Ты увидишь. Ага. Она, она сеять начнет на крайней рамке. Вот с этой стороны она начинает сеять. Или вот сейчас вот здесь идет мед. Тут уже две. Ага. Вот здесь она может сеять. Понятно. Где гнед гнезда. Увидишь. Ага. Сильный, сильный, сильный надо сразу, как бы, типа того, делить. А эта, она... Видишь, как неудобно. Ага. А там, я бы сейчас работал, там, вот эту тупую гнезда. Вот эту тупую гнезда. Ага. На прицепе не пойдешь сюда. Ну да. Бог вот такой боли. Я понял тебя. Поэтому у тебя все на теплый занос. Ну не все, но часть. Такие, часть, такие. Ну и я легко переделать. Я их переделал сам. Ага. Мне открывать только нижний леток им, да? Верхний не надо. Верхний нежелательно вообще. Я не открываю вообще. Ага. При лете, когда пчела уходит с зимы, чтобы она быстрее облетела. И нижний, и вверх открывай, чтобы она... Все, понятно. Тебе кормушка вот нужна? Да. Желательно. Как от сердца отрываешь. Понимаю. Я сам отделал. Все это сам. Сейчас я передать здесь. На перегородках тоже надо ставить. Ну а сейчас, наверное, поставить вести ты ее как? Ну, без перегородки. Вот. Вот. Вот сейчас прибьемте. Ага. Ага. Все. Все. Давай вот это. Давай, Саша. Давай. Отдай. Сам. Тоже мы что-то забить. Да, наверное, надо гвоздиком. Ага. Да. Да, вот. Саша, мне теперь через 8 дней я ее открываю. Смотришь. А раньше подливать мне не надо? Тут им хватит же меда? Или подливать? Ты подливай. Подливать можно, да? То есть у тебя мед есть, подливать. Ага. Она развивается. Муж взятки не будет. Все понял. А потом просто тупо беру это самое. Сейчас, Саша. Понятно. А вот, Сань, как сделана прилеточка, прибита гвоздиком. Да, гвоздики. Я в размер их. Ага. Вот эти гвозди, эти сделал прилеточки, а потом в размер все делал. Чтобы взаимозаменять. Да, не заменять. Да, а то, бля, как бывает-то. Все понял. А это раз-раз заменилось все. Раньше мне это по-другому было. Вот они стали залетать в свой новый дом. Да, у них сейчас хорошо там будет чисто. Вот эти русская лезь. Где там она? Ну все. Ну все, сейчас. Ага. Часть заходит, часть нет. Все. Ну все, сейчас полчасика и... Да, зайдет все. Ага. Ага. Вот ты сюда матку сажаешь и просишь. И поставишь. Если как кого хочешь. Когда уже вы... Соединить. 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 Ага. Еще. Ручи берут. Она принимает. Да, так как ее принимает. А берешь. Вашинку ее. Ага. Матку заворачиваешь. И тоже, так сказать, прилипнет. Она еще лучше принимает. Она еще лучше принимает. Так как крутится. И... Так же можно, допустим... Увидишь там три-четыре там маточника. Увидишь. Ага. Тебе надо отводок сделать. Отводок сделал. И туда... Ну вот я и говорил. Чтоб там матки не было. Ну да. Сначала чтобы они... И стараться, чтобы одного расхода не было. Закрыто росло, чтобы было. Чтобы было закрыто. Это я и говорю. То есть я, например, одну рамку с этого и одну рамку со своего. Да, да. Две рамки у меня, считай, с расходом. И маточку туда я им засуну. Да. Только... Не, маточник. Допустим, у тебя три маточника. Ну да, да, да. Видишь, что у тебя на одной рамке маточники. Я как делаю. Вот допустим, на двух маточник. Есть на двух. Угу. Я беру эту... Беру с одну... Где? На двух одну беру. И в другую сажаю. Угу. И там матка выходит. И уже она пошла. А не ее лучше принимать. И так же вот берешь и прилипаешь. Лучше, чем вот в клеточке. Ее заворачиваешь. И они там сами прогрызут и выпустят. Выпустят. Понятно. А вот одну вот... Вот эту я не знаю, что они ее не принимают, не принимают. Или... Потом лежу, они спрятали от нее. Они раз, прячут от нее. От старой матки лежу. Крылышко у нее там... Ага, уже погрызли крыло специально, да? И вот они... Я сам и лежу. И сейчас вот вчера все готовил. Вот сам туда ехать забивал тоже посмотрел. Угу. И я туда ставлю эти... Такие вот. Ировень вперед. Теплый занос. Он... Холодный он не так... Он идет... Ну да, 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 да. А теплый он так. И об стенку переднюю бьет. Бьет. Я вот ставлю вот раз вот так вот впереди. Впереди еще. Не бил рамку так. Ну ты понял, да? Да, да, да. Я понял. Рамку шуф... Она не била ее. Угу. Вот так я делаю. Понял. А то я, блядь, иной раз за 60 километров едем. Вот обзор автомобиля. Плавно переходящий в прицепт. Сувлини. Здесь вот даже душевая есть. Вот душ. Все как положено. У белых людей. Газовая горелка внутри. Чтобы приготовить. Две кровати откидные. Как в поезде. Все очень даже комфортно. На 20 уликов. Замечательно. По 10 уликов в ряду. Вот. Это загружают полностью инвентарем. с запасными корпусами. Человек работает только на трехсотом корпусе. Никаких магазинов не признает. откидная лестница. Вот. И умывальничек. Все как положено. Все есть. Ну, единственное, нет санузла. Лес. Лес. Да. Вот. Удобрять. Как говорят, чтобы мед был качественней. Лес. Лес. Удобно. Лес.